МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10.00. Самое время выхода в эфир информационно-аналитической программы «Семь дней в регионе» на телеканале ПС. С вами Алексей Шемякин. Доброе утро. И вот о чём сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Верующие встретили светлый праздник Пасхи. Во всех храмах области прошли торжественные богослужения. Сегодня в Архангельске должны доставить благодатный огонь из Иерусалима. Ситуация на реках на особом контроле. Лёд тронулся на юге области, и где могут возникнуть возможные затуры, ожидаем прямого включения из Котласа. Сколько должен стоить проезд в общественном транспорте? Действующий тариф достаточен для того, чтобы все предприятия покрыли свои производственные расходы. Какие аргументы в пользу повышения цены предъявляют транспортники, чем парируют им обычные архангелогородцы? Точки зрения выслушаем совсем скоро. Дома съезжают со сваи, но они не аварийны и пригодны для проживания. В чём же парадокс? Предприятие компания вообще никаких мер не принимает. Понимаете? Она вообще бездействует. В общем, за свой счёт всё. Сколько стоит поставить дом на городке, и чем может обернуться для жителей инициатива самим отремонтировать сваиное основание? И порассуждаем о дорогах, вернее, об их качестве и перспективах ремонта. К сожалению, средств пока не предусмотрено на это, но мы будем стараться, чтобы средства выделялись. На ремонт дорог областного центра пока выделяется 100 миллионов, где возьмём средства, чтобы ездить с комфортом. Попытаемся разобраться. Сегодня Пасха. Христос в воскресе воистину. Воскресе, говорят в этот день верующие. Светлая Пасха – праздник в честь воскресения Христова. Это величайшее и радостное событие для христиан, и католиков, и православных. Он знаменует собой любовь к жизни, победу над смертью и надежды на вечное существование. В этот день Церковь ликует, широко растворяет свои врата, впуская всех желающих осветить пасхальные куличи, яйца и прочие яства. Во всех храмах Архангельской и Холмогорской епархии в эту ночь прошли пасхальные богослужения. В Свято-Ильинском кафедральном соборе Архангельска праздничную литургию провёл митрополит Даниил. Чтобы мы старались как можно чаще приходить в храм. Нет у нас времени на всю службу, хоть на 10 минут зайти в храм, поставить свечечки, здесь проникнуться этой благодатью и опять уйти в свои жилища. Христос воскресе! Вою! Христос воскресе! Христос воскресе! Избирьтесь в юридизме, в окнах, визжи на гребе живота! Всех верующих с праздником Пасхи поздравила митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Христос воскресе! Братья и сестры! Всех вас особенно поздравляю с сегодняшним днём. Сегодняшний день – день особенного торжества, день соединения неба и земли, день соединения ангелов и людей, живущих на земле, небожителей и нас грешных. Сегодня каждый человек проникается этой радостью, этой торжественной минутой. Я хотел бы, поздравляя всех жителей, пожелать добра, света, счастья и радости. От всего сердца воистину Христос воскрес! Продолжаем. Регион в ожидании ледохода. Северная Двина на юге области начинает пробуждаться. К этой теме ещё вернёмся. Мы ожидаем прямое включение из Котласа с последними новостями о ледовой обстановке. А пока посмотрим, чем ещё жил регион на этой неделе. Образовательное новоселье. В селе Судро Мавильского района открылась новая школа на 90 мест. Её ждали несколько лет. В 2013 году жители села обратились за помощью к губернатору Игорю Орлову. И спустя 4 года в новом здании раздаётся детский смех и школьные звонки. Торжество в честь открытия новой «Альма-Матер» отметили всем селом. Благодаря современному оборудованию в школе внедряют новые методы технологии обучения. Есть идеи создания на базе учреждения инновационного и спортивного центров. В посёлке Коноша продолжается возведение жилья по региональной программе расселения аварийного жилфонда. Уже построены два трёхэтажных многоквартирных дома общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров. Всего 52 квартиры, в которые уже заезжают новосёлы. Удручая то, что территория вокруг новостроек не благоустроена, подрядчик пообещал, как только позволит погода, оперативно устранить все замечания. В прошлом году в Коношском районе сдали 20 тысяч квадратных метров жилья. В планах властей на этот год построить более 30 тысяч квадратов. На острове Ягр провалился под лёт «Человек». Таковой была легенда, по которой прошли учения северодвинских спасателей. Им необходимо было отработать разные методы эвакуации утопающего на берег, как при помощи спасательной доски, так и без неё. Также сотрудники МЧС отработали навыки по оказанию первой медпомощи пострадавшему. Сейчас в Северодвинске две группы спасателей ежедневно патрулируют водные объекты. Одна дежурит в районе острова Ягр, другая объезжает городские окрестности. Везде выход на лёд категорически запрещен. На реке существуют большие промоины, лёд хрупкий и легко проваливается под весом человека. В посёлке Абазерский Плесецкого района филиалу Новодвинского индустриального техникума подарили новый тренажёр «Харвестер». Он пополнил технопарк учебного заведения благодаря помощи группы компаний «Титан» и архангельского ЦБК. Этот образец «Харвестера» универсальный, его используют как экскаватор и как перегружатель. Теперь ребят можно будет обучать по спецпрограммам и готовить полноценных водителей категории D и E. А это гарантия трудоустройства на крупных производствах. Судебные приставы Котласа провели рейд по квартирам неплательщиков за коммунальные услуги. Сегодня Соль-Вычегодский участок Северной дирекции по тепловодоснабжению терпит миллионные убытки. Причём не платят как жильцы ветхих деревяшек, так и благоустроенных квартир. Проблема неплатежей стоит остро. Только в посёлке Вычегодском около 600 неплательщиков. В производстве судебных приставов дел на сумму более полутора миллионов рублей. Жители Новодвинска приняли участие в образовательной акции «Тотальный диктант-2017». Соревнование на знание русского языка проходило в гимназии города Бумажников. За парты сели 23 участника. Диктант подготовил современный прозаик Леонид Юзефович. Он написал тексты о Санкт-Петербурге и Неве, городе Пермь и реке Кама. Новодвинсам досталась третья часть диктанта под названием «Улан-Удэ Селинга». Этот вариант участникам показался намного легче, чем диктант прошлого года. Того, кто лучше всех справился с заданием, ждут призы от городского управления образования. В селе Заостровье Приморского района реставрируют один из древнейших храмов области. Сретенская церковь преображается на глазах. На обители появились восемь куполов. Все они изготовлены по старинной технологии. Центральный купол весит около полутора тонн. Их покрывают деревянным лемехом, под которым береста. Храм является памятником архитектуры конца XVII века. Закончить внешнюю реставрацию должны к началу лета. Затем возьмутся за внутреннее помещение. Соловецкие острова вошли в десятку самых популярных мест для паломнических поездок. Такие данные опубликовало аналитическое агентство Турстат. Рейтинг возглавили Сергеев Посад из Венигород, Дали Нижегородская и Ярославские области. На четвертом месте Карельский Валаам. Соловки занимают восьмую строчку в рейтинге. Ну и теперь к теме, за которой следим все. Ледоход. В Котласе взрывотехники провели работы по рыхлинию льда у автомобильного моста и у деревни Мининополянка Котласского района. В этом месте русло Северной Двины делает поворот, что может привести к затору. Часть ледяного массива удалось ослабить. Кроме того, взрывные работы специалисты провели в Красноборском районе. И сейчас с нами на прямой связи из Котласа моя коллега Елена Кермич. Елена, здравствуйте. И главный вопрос, пришел ледоход в Архангельскую область или нет. И как развивается ситуация на реках юга области. Здравствуйте, Алексей. Еще накануне вечером голова ледохода остановилась где-то в 10 километрах от Архангельского, например, на район Демьянова. Большого затора там нет, но дальнейшему ее прохождению мешают низкие уровни воды. Для того, чтобы лед оторвался от берегов и тронулся, нужно примерно около 4 метров. Например, в прошлом году северная двина пришла при отметке 390 сантиметров. Сейчас всего 198, то есть не хватает почти двух метров. Набрать их быстро тоже вряд ли получится. Для этого нужна плюсовая температура наружного воздуха. Сейчас на юге региона около 0 градусов, а в ночные часы и вовсе минус 3,6. Не повлияли на развитие ситуации и небольшие подвижки льда в районе железнодорожного моста. Это рядом с Котласом. По прогнозам специалистов, ледоход в Архангельскую область придет ориентировочно 19-23 апреля. Но еще раз подчеркну, что это всего лишь предварительные прогнозы. Все будет зависеть от погоды. Алексей? Спасибо, Елена. Елена Кермич, моя коллега из Котласа, рассказала нам о ситуации на Северной Двине на юге области. Я лишь замечу, что по прогнозам Севгидромета повторения прошлогоднего сценария с подтоплениями не будет. Однако все населенные пункты, находящиеся в зоне риска, готовы к непредвиденному развитию ситуации. На местах создан запас продуктов, лекарств, приметов первой необходимости. Ну что ж, продолжаем программу. В Северодвинске 25, в Онеге 22, в Котласе 23, в Архангельске пока 21 рубль. Это цена одной поездки в автобусе. Архангелогородцы давно просят навести порядок по работе пассажирских перевозок. Власти требуют заменить старые пазики на современные низкопольные автобусы. Транспортники же говорят, это возможно только если поднять цену на проезд. У всех своя правда и очевидно, что выход из ситуации нужно искать совместно. Помните, пару лет назад между региональным правительством, администрацией областного центра и автоперевозчиками было заключено соглашение, согласно которому последние обязались навести порядок в работе пассажирского транспорта. На дорогах должны были появиться новые автобусы, удобные в том числе и маломобильным группам населения. Говорили и о культуре поведения кондукторов и водителей. Из-за этого областное агентство по тарифам и ценам пошло навстречу и увеличило цену на проезд с 18 до 21 рубля. Прошло время и, на мой взгляд, на дорогах Архангельска почти ничего не изменилось. Разве что стали ходить новые автобусы, но они крайне неудобные. И вот вновь заговорили о необходимости изменения тарифа на проезд в городском транспорте. Вопрос о повышении цен за проезд в городском транспорте был поднят в марте, когда Ассоциация автотранспортников Архангельской области представила в агентство по тарифам и ценам документы с расчетами себестоимости перевозок. Согласно цифрам, чтобы покрыть все расходы на содержание машины зарплату работникам, одна поездка в автобусе должна стоить не менее 25 рублей. Чиновники с позиции перевозчиков не согласились. По результатам анализа был сделан вывод, что при существующем качестве предоставления услуг и при существующем автопарке действующий тариф достаточен для того, чтобы все предприятия покрыли свои производственные расходы. Последний раз ценник на билетах менялся два года назад. За это время подорожали дизельное топливо и автозапчасти. Кроме того, за счет перевозчиков были приобретены валидаторы. При этом зарплаты работников общественного транспорта остались на прежнем уровне. Желающих начать или продолжать карьеру в отрасли становится все меньше. Соответственно, сокращается количество машин, выходящих на линии. Многие перевозчики заканчивают работу в 8 вечера, ибо ездить позже попросту нерентабельно. Мы экономим на топливе, мы экономим на заработ на плате водителей, экономим на резине. Мы поставлены в такие условия, мы поставлены в условия выживания. Вот. Может быть, когда-то, если при таком подходе, то, может, вообще будем только пиковый период работать, а остальное стоять. Уже два года в России действует федеральный закон, который при определенных условиях позволяет перевозчикам устанавливать свои цены. Такая политика могла бы помочь хотя бы некоторым предприятиям приобрести современные комфортабельные автобусы. Но, чтобы перевозки на них окупались, стоимость проезда необходимо поднять выше 30 рублей. Мы спросили горожан, готовы ли они переплатить за проезд, если качество станет выше. Да, можно это за то, что они будут ходить часто и комфортабельно, и чистые, не такие грязные автобусы. Да, почему бы и нет. Если реально все лучше станет, то да. Чтобы общественный транспорт Архангельска развивался, мало сделать работу перевозчиков окупаемой, говорят специалисты. Предприятия должны получать прибыль, чтобы обновлять автопарк и повышать зарплаты водителям. Если сравнить столицу Поморья с соседними регионами, получается, в лояльности ценовой политике мы уступаем лишь Сыктывкару. В главных городах Карелии, Вологодской, Мурманской областей проезд в автобусах гораздо дороже. При том, что размеры Архангельска почти на четверть больше Петрозаводска, Вологды, Сыктывкара и Мурманска. Светлана Дайнека, Ирина Ившина, Дмитрий Ушков, Денис Линчевский, Владимир Орлов. 7 дней в регионе. – Председатель Совета Ассоциации автотранспортников Архангельской области Андрей Попов сегодня у нас в студии. Андрей Анатольевич, здравствуйте. – Здравствуйте. – Мы с вами обязательно поговорим на тему, очень актуальную для Архангельской и в целом области. Но сначала давайте вернемся к празднику, который у нас сегодня. Это Пасха. Я хочу сказать, что Пасха – ярчайший признак всего живого и обновленного. Но главным символом этого дня считается жизнь, которую символизируют куличи и раскрашенные яйца. Вода – это пасхальные ручьи и благодатный огонь. И вот буквально-буквально несколько минут назад, может быть, 10-20 минут назад, в Архангельск из Иерусалима прибыл благодатный огонь. Его привезла депутат Государственной Думы Ольга Епифанова. Я предлагаю сейчас посмотреть кадры, которые буквально свежие и только что прислали нам из аэропорта Талаги. Я напоминаю, что благодатный огонь прибыл нам из Иерусалима с пересадкой в Москве. Ольга Николаевна была в Иерусалиме сама и зажгла огонь прямо из Иерусалима. И он сегодня прибыл в Архангельск, и сейчас его привезут в Свято-Ильинский кафедральный собор, где все желающие смогут зажечь от него свечи. Я напоминаю, что благодатный огонь будет в Свято-Ильинском кафедральном соборе, и все желающие смогут зажечь свечи в столь светлый праздник сегодня, как Пасха. Андрей Анатольевич, кстати, с праздником вас. Вас также. Ну, вернемся к нашей теме. Тема многогранна, и она, по-моему, на мой взгляд, бесконечна. Но я хочу начать с того, что вы выступали на Арктическом форуме, который у нас был в конце марта, и на вашем выступлении во время этого присутствовал советник президента страны Игорь Левитин. И вы говорили в том числе и про крайне актуальную проблематику для Архангельской области – это общественный транспорт. Вы говорили о необходимости закрепить на федеральном уровне понятие экономической обоснованности тарифа на перевозке. Насколько это поменяет ситуацию? Разговор, скорее, шел не о самом тарифе, а о наличии методики его расчета. На сегодняшний день есть методика расчета тарифа, утвержденная Минтрансом Российской Федерации, но она носит рекомендательный характер. На ее основе многие регионы сделали свою методику, либо используют эту рекомендательную методику. К сожалению, у нас в регионе такой методики нет, и тариф рассчитывается, мягко говоря, непонятно как. То есть есть какие-то таблички на сайте, которые нужно заполнять перевозчиком, какой-то перечень документов, который в любой момент может поменяться. Мы считаем это неправильно. Должна быть открытая методика, чтобы все, включая пассажиров, видели, как рассчитывается тариф, какие документы обязан предъявить перевозчик, подтверждая свой тариф, какие формулы используются, ну и так далее. А кто должен сделать такую вот открытую форму? Мы считаем, что эту методику должен сделать регион. Поэтому вот на совещании в присутствии Игоря Левитина и был поднят этот вопрос о необходимости на уровне Российской Федерации вот этой вот методики, либо каких-то основных принципов, на которых каждый регион должен делать свою методику. А есть в каких-то регионах вот эта вот методика в открытом доступе? Есть, есть, допустим, тот же Санкт-Петербург, на который нам постоянно кивают. Там есть своя методика, которой пользуются, рассчитывают тариф. И там используют? Там используют, конечно. Андрей Анатольевич, на совещании в том числе говорили и о подготовке водителей. Вот здесь у нас крайне тоже важная ситуация в Архангельске, для Архангельска, для области. На сегодняшний день категорию Д может получить любой желающий, независимо от его возраста, от стажа и так далее. Порой за руль садятся такие люди, которых на улицу пешеходам страшно выпустить, а они же людей возят. То есть пассажир не чувствует сегодня себя в безопасности? Я считаю, что... Я не скажу про всех водителей. Есть хорошие водители, есть хорошие кондуктора, но есть и такие вот разгильдяи. Поэтому мы считаем, что получение категории Д должно быть ужесточено. А если человек, который хочет работать с категорией Д на регулярных маршрутах, то он должен проходить еще дополнительные стажировки, дополнительное обучение. То есть, может быть, вернуться к примеру Советского Союза, когда были автотранспортные предприятия, и не каждый человек, не каждый мог сесть за руль автобусов больших, которые на СЛИА заходили раньше? То есть, с вами согласен. Это как было при Советском Союзе. Для того, чтобы получить категорию Д, человек должен был иметь практику стажа вождения грузового автомобиля не менее трех лет. Если он хотел работать на регулярных маршрутах, он несколько месяцев стажировался с водителем-наставником. То есть, проходило специальное обучение, стажировку и так далее. Я помню, такие были учебные автобусы. Да, да, да. С обвиненной такой водительской кабиной. И, соответственно, порядка было больше. Водители рейсовых автобусов, они были элитой своего рода. Поэтому я считаю, что не нужно изобретать велосипеда. Можно взять положительный опыт Советского Союза, адаптировать его к нынешним реалиям. И я считаю, что порядка будет больше. Да, я могу согласиться с некоторыми противниками в этой идее, что это более затратно будет для государства, для перевозчиков. Но согласитесь, что пассажирские перевозки, приоритет безопасность пассажирских перевозок, жизнь пассажиров должна быть приоритетом. А вы, как руководитель автотранспортной ассоциации, можете как-то повлиять на этот процесс? Мы сейчас готовим ряд предложений на госсовет при президенте Российской Федерации. Мы надеемся, таким образом повлияем на внесение изменений в федеральное законодательство. Вот вы возглавляете, как я уже сказал, ассоциацию автотранспортников Архангельской области. То есть дело касается не только города Архангельска, как областной столицы, но и вообще в целом, всей области. Вот чем вы конкретно занимаетесь, чтобы людям было понятно? Ну, ассоциация была создана в первую очередь для того, чтобы выражать, представлять интересы перевозчиков. Тем не менее, мы в своей работе всегда стараемся, представляя интересы перевозчиков, не забывать интересы пассажиров. Это все взаимосвязано. Это все взаимосвязано, конечно. Так вот, например, при повышении тарифа мы предлагаем все-таки не повышать тариф, а оставить стоимость проезда для пассажиров как есть. Но вот эту разницу между стоимостью проезда и обоснованным тарифом все-таки как-то компенсировать из бюджета, как, опять же, делается в том же Санкт-Петербурге, в том же Мурманске. Там есть дотации, которые... Из регионального бюджета или городского? Тут уже на усмотрение властей. Вообще, по законодательству, кто регулирует тариф, а в нашем случае это региональная власть, тот и доплачивает из своего бюджета. Но можно пойти на диалог, допустим, частично как-то из регионального бюджета, частично из городского бюджета. Какая-то доплата все равно должна быть. А сколько сегодня, по вашему мнению, должен быть тариф на перевозку пассажиров, чтобы у нас появились низкопольные автобусы, чтобы у нас валидаторы купились те же, да, чтобы было комфортно и безопасно ездить? Ну вот, мы буквально в пятницу встречались с северодвинскими перевозчиками. У нас была большая беседа. Как вы знаете, там 25 рублей в Северодвинске, да, и ходят МАЗы. Перевозчик говорит, что сейчас он работает в ноль за 25 рублей. Собирает документы для того, чтобы где-то к концу года повысить тариф, ну хотя бы еще на рублю. Поэтому какой должен быть тариф, должно быть все рассчитано, но рассчитано должно быть открыто. С умом. С умом. С разумом, что называется. А что будем делать, Андрей Анатольевич, с культурой водителей и кондукторов многих? Культура водителей, вот опять же возвращаясь к тому, как готовят водители. Сейчас идут у нас кто попало, да, соответственно, культура оставляет желать лучшего. Для того, чтобы привлечь хороших водителей, нужно повышать зарплату. А зарплата, это опять же закладывается в тариф. Все взаимосвязано. Ну и с кондукторами, наверное, такая же ситуация. То есть сложно, наверное, избежать хамства и так далее, когда у нас такой маленький, наверное, тариф на перевозке. Ну, тариф, да, на сегодняшний день он маленький. Он принят у нас в 2015 году, а рассчитывался он на основе данных 2013 года. Ну, сами понимаете, уже с 2013 года сколько времени прошло, а тариф не рос. Кондуктора, опять же, идут на маленькую зарплату. Ну, кто? Те люди, которые, ну, скажем так, из неблагополучного слоя населения. Соответственно, если они выросли в хамской среде, они эту свою среду пытаются внести на работе. Вот, естественно, это перевозчики с этим борются. Ну, не поставят же над каждым кондуктором, водителем, насмотрщика, чтобы следил за этим. Я лишь хочу сделать одно замечание. Вы сказали, что рассчитывался, исходя с 2013 года, и за это время, за 4 года у нас вырос бензин, у нас выросли запчасти в цене и так далее и тому подобное. То есть тариф нужно повышать. Да. Спасибо большое. Руководитель Ассоциации автотранспортников Архангельской области Андрей Попов был сегодня у нас с утра в гостях. Мы продолжаем. В Архангельской области закроют 200 мусорных свалок. Правительство утвердило территориальную схему обращения с отходами. Она предусматривает создание двух новых и модернизацию 11 существующих полигонов по захоронению отходов, а также строительство пяти современных мусороперерабатывающих комплексов. В удаленных районах должно появиться 25 заводов, на которые мусор будет сжигаться. По расчетам разработчиков, принятые меры позволят в течение 10 лет уменьшить объем подлежащих захоронению отходов почти на 20%. Из неиспользуемых отходов лесоперерабатывающих производств предлагается получать биотопливо. На местах перспективы кажутся не столь радужными. В прошлой программе мы рассказывали, как негативно восприняли жители Котласа идею строительства в черте города мусороперерабатывающего завода. Общественность предложила сделать это на базе уже существующего полигона, за городом. На этой неделе мусорную тему обсуждали на сессии городского собрания депутатов. На нее пришли и многие котлашами. Вопрос, который стоял одним из последних в списке прочих, стал сегодня, пожалуй, самым острым. Вынести его на первый план депутатов попросили люди. Вторую волну возмущения вызвала информация о том, что территориальная схема обращения с отходами, в которой котласский мусоросортировочный завод прописан именно на улице Посадской, распоряжением регионального правительства на днях был утвержден. Корректировки из администрации Котласа в область не поступало. Он уже вошел в территориальную схему. Сейчас будет разработана программа, под которой будет заложено финансирование. И этот заводик, он вот именно на Посадской. Хотелось бы увидеть конкретное решение главы администрации нашей, нашего мэра, о том, что он против. На основании протокола, на основании опроса, мнения, было принято решение, что в данном месте мусоросортировочный завод располагаться не будет. На что имеется заключение администрации. Почему звучит завод на 40 тысяч тонн мусора, если у нас в городе мусора, 240 тысяч тонн? Соответственно, и задания должны быть другие. И санитарные нормы совсем другие. Совершенно верно. Если завод будет исполняться на тот объем, который положен. Если вы имеете в виду слова, то, что будет возиться больше, и вам придется расширять санитарные зоны, вы это имеете в виду? Я вам скажу, нет. Если завод рассчитан на определенное количество приемов, то он и будет принимать определенное количество приемов. Я понимаю, что здесь мы сталкиваемся с вещами, когда очень много недосказанного. И мы, так же, как и вы, находимся в состоянии определенной неосведомленности, скажем так. В соответствии с территориальной схемой будет сформирована новая система сбора твердых коммунальных отходов. Ее принцип – сортировки мусора и цивилизованной его утилизации. Вопрос в том, как и, главное, где это будет происходить. Расположение завода в черте города жителей категорически не устроило. Внести изменения в утвержденную схему может только глава. Поэтому вам предложено следующий проект решения, что рекомендовать главе муниципального образования в срок до 1 мая 2017 года обратиться в правительство Архангельской области и Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области с обращением об исключении схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области, земельного участка с кадастровым номером. За это сегодня проголосовало большинство народных избранников. Контроль за исполнением возложен на профильную комиссию по промышленности и муниципальному имуществу. И, судя по активности, не намерены выпускать из поля зрения решение этой проблемы и катлошание. Теперь к одной из вечных тем. Дороги в Архангельские ямы просто захватывают проезжую часть. Скоростной режим на многих участках не более 40 километров. Но у больших ремонтов в этом сезоне пока не предвидится. Нет средств. Если в прошлом году город получил порядка 400 миллионов, то в 2017-м обещают лишь 100. И это в 3,5 раза меньше, чем требуется. Каждой весной из дорог областного центра вместе со снегом сходит асфальт. Гагарина, Володарского, Чкалово, Комсомольское, Павлоусова, проспекты советских космонавтов и Дзержинского. 41 участок отметили жители Архангельска на интерактивной карте убитых дорог на сайте Дорожная инспекция ОНФ. Те дороги, которые наиболее, больше проголосованы, скажем так, больше отметок на этих дорогах, сообщаем об этом, значит, в администрацию, ну, конкретно города, области. Если мер не принимается, дальше уже идет обращение в прокуратуру, обращение, значит, во все необходимые инстанции. Самые разбитые участки в ближайшее время дорожники начнут проходить ямочным ремонтом. Все наши улицы города Архангельска непосредственно требуют ремонта в той или иной степени. Сейчас пойдем от самых больших, там, где очень большие ямы, начнем производить ямочный ремонт. Главным плюсом этой технологии остается ее низкая стоимость, что в условиях скудного бюджета имеет определяющую роль. Какую бы технологию мы с вами не применяли, эта технология требует денег. И, соответственно, тех средств, которые город может себе позволить сегодня, не то, что на поддержание, да, нам даже не стабилизировать ситуацию с точки зрения ухудшения качества. В этом году на дорожные ремонты в областном центре выделено 100 миллионов рублей. Из них 60 пойдут на дворовые территории. Оставшихся средств хватит только на проведение ямочного ремонта на площади в 26 тысяч квадратных метров. И это лишь 40% от необходимого минимума. К сожалению, подобная ситуация наблюдается в целом по области. Снижается финансирование областного агентства «Архангельск-Автодор», что ведет к приостановке крупных проектов. Все серьезные работы мы перенесли на 2020 год. То есть по Усть-Ваге и Адрихе, ну, тут тоже такое направление еще раз повторюсь важное, на 2018-2019 год мы планируем проектные работы и реализацию только 2020 год. Старый асфальт мы будем ремонтировать, будем продолжать, в том числе и в работах по содержанию это будем делать. Но более капитального характера работы, к сожалению, пока мы запланировать не можем. Директор Департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры «Архангельска» Петр Чичулин сегодня у нас с утра в гостях. Петр Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Ямочный ремонт уже начался, насколько я понимаю и знаю, и видим мы все это на дорогах нашего «Архангельска». Скажите, апрель вообще подходит для того, чтобы начинать ямочный ремонт? Как определяются вот те участки, которые необходимо прежде всего подлатать? Ну, ямочный ремонт является неким, в общем-то, аварийным ремонтом. То есть это тот ремонт, который, скажем так, выполняется локально на каких-то определенных участках. По определенным категориям или параметрам в данном случае определяется тот состав и технология работ. Апрель месяц, да, это вполне подходящий период времени, когда именно на начальном этапе в преддверии основных ремонтных работ асфальтобетонного покрытия необходимо выполнять вот такого рода работы. И если проводить, предположим, аналогию с какими-то другими ремонтными работами, то вот ямочный ремонт можно было, например, наблюдать достаточно эффективно, когда город готовился к арктическому форуму. То есть за достаточно короткий промежуток времени основные магистрали и участки дорог были восстановлены и, так сказать, приведены в проезжую составляющую довольного участка улицы. В более-менее состоянии. Будем говорить русским языком, что называется. А жители вообще вам сообщают, какие вот участки дороги необходимо ремонтировать? У вас вообще существует какая-то обратная связь? Безусловно. Основной, в общем-то, посыл со стороны горожан – это телефонные звонки, письменные обращения. И на них, как правило, на телефонные звонки, конечно, ответов, в принципе, может и не быть. Но на официальные обращения всегда горожане получают ответ. Не всегда, может быть, они удовлетворены ответом, потому как нередко бывает в тексте ответа фигурирует именно составляющая финансовая. То есть, есть возможность проведения этих работ или нет именно на текущий период времени. Поясню, почему. Как правило, когда формируется бюджет города, то и те объемы работ, и улицы, которые необходимо ремонтировать, они, в общем-то, уже закладываются, так сказать, на начальном этапе. И когда поступают дополнительные обращения от граждан, они уже, в общем-то, могут находиться за скобками этого бюджета. Но в том случае, если все-таки средства находятся и выделяются, то, естественно, эти работы выполняются. Часто жители обращаются к нам со звонками тоже. Звонят очень часто и говорят, посмотрите, латают в дождь, латают в снег. Вообще технология, это по технологии нормально? Какова технология, вот чтобы закатывать? Да, технология на ямочный ремонт, она, в общем-то, имеет несколько видов. Есть способ горячим асфальтом, холодным асфальтом, литым асфальтом, либо струйно-инъекционным. Ну вот, опять же, на примере подготовки к архитическому форуму как раз использовалась технология литого асфальта. Она достаточно дорогостоящая операция, но достаточно эффективная. То есть не требует каких-то таких серьезных задавительных работ по выполнению. Но зато достаточно эффективно. Единственное, может быть, недостаток имеется, это то, что сразу, вот буквально, как только залили непосредственно какой-то выбоину, перемещаться по ней, конечно, нельзя. То есть эмульсия и состав в данном случае еще не, скажем, не пришли в твердое состояние, поэтому могут быть определенные, так сказать, проблемы. Но это уже культура вождения, культура водителей. Да, иногда перед данными ямами ставятся знаки ограждения о том, чтобы вот это препятствие можно объезжать. Но я думаю, что все, на самом деле, ограждения это видели как раз вот именно в подготовке к форуму. Петр Александрович, давайте в 2017 год обратимся. Что будем ремонтировать, когда, сроки, средства и так далее? На данном этапе мы, в общем-то, приступаем уже к выполнению одного муниципального контракта на сумму порядка 36 миллионов рублей. И он как раз направлен на проведение ямочного ремонта. Но не только в данном случае это будет в виде заделывания отдельно взятых ям, но и, может быть, на каких-то улицах мы сможем выполнить, с учетом вот этого финансирования, выполнить работы картами, так называемые, то есть покрытие верхнего слоя, замена верхнего слоя в несколько большем объеме, предположим, до 100 квадратных метров. Но в основном средства, на самом деле, будут потрачены, в первую очередь, на устранение повреждений на дорогах, там, где есть предписание, надзорных органов, предписание ГИБДД. Безусловно, не останутся без внимания и жалобы граждан, жителей города. И фактически, наверное, все округа города данный ремонт на себе почувствуют. В той или иной степени. А средства где возьмем? Звучит цифра 100 миллионов пока что. По сравнению с прошлогодние, буквально ничего. Ну, вот, как я уже сказал, мы сейчас апеллируем суммой 36 миллионов, а не 100 миллионов. Но в этих 100 миллионах еще присутствует другая составляющая. Это не только ямочные ремонты карты на дорогах, но и порядка 60 миллионов выделено для ремонта внутриквартальных проездов, что, наверное, тоже не меньше требует, в общем-то, средств. В ряде случаев, может быть, даже и гораздо больше. Ну, на данном этапе пока тоже охвачены фактически все округа. В выборе тех или иных участков участвовали и общественные советы округов, и депутаты в данном случае. На текущий момент уточняется непосредственно перечень, список этих объектов. Я думаю, что в ближайшее время, возможно, до конца апреля, эта информация будет на сайте администрации, в газете «Архангельс. Город воинской славы». То есть можно будет узнать? И на будущий отрезок времени, я думаю, что мы будем регулярно информировать население о том, где и в каком объеме выполняется та или иная работа. Вот в части именно ремонта дорог. Петр Александрович, я вот, пользуясь служебным положением, просто очень прошу от лица многих архангелогородцев, заасфальтируйте улицу Почтовый тракт. Она не видела ремонта 40 лет. Туда даже таксисты уже отказываются просто ехать. Это на факторе. Учтем. Поймите там себе. Ну, еще вопрос по следам прошлогодних ремонтов. Каков вообще гарантийный срок дают подрядчики? И существует ли такое, что если подрядчик ненадлежащим способом исполнил свои обязательства, то за свой счет он будет это переделывать? Да, конечно. Гарантийный срок существует. На тот или иной вид работы он может быть отличаться, но, тем не менее, он где-то варьируется от двух до четырех лет. То есть вот на сегодняшний день, я думаю, что в течение апреля-мая месяца будут, в общем-то, сформированы некие претензии к состоянию проезжей части на тех дорогах, на которых выполняли ремонт ранее в году, там, в 2014, 2015, 2016. И будет установлен срок для того, чтобы они, подрядчики данной работы, выполнили. За свой счет? Да, за свой счет, конечно. Так, скажем, сразу всплывают несколько участков, которые на сегодняшний день, я думаю, что и у горожан, они тоже, в общем-то, звучат. Это улица Гагарина от Кузенчевского моста и до обводного канала. Там подрядная организация «Ремикс». Кроме этого, есть еще несколько таких же подрядных организаций, которые выполняли работу. Это «Поморднорстрой», «Аксум». «Аксум», кстати, это отрезок проспекта Троицкого от площади профсоюзов до Карлолитних. Это где-то вот этот отрезок времени. Там тоже появились выбоины, поэтому данные участки должны быть, в общем-то, восстановлены. Ну и основной ремонт, я так понимаю, начнется уже, когда погода будет благоприятствовать. Это май, наверное, да? Основной ремонт... Лето. ...в части, как сказать, масштабного ремонта улиц начнется после того, как будет, в общем-то, выделение средств. На сегодняшний день мы пока, к сожалению, имеем сформированные сметы. Мы понимаем о том, что какие именно улицы нужно ремонтировать, их там порядка 15, ну не в целом улиц, а участков улиц, которые нужно ремонтировать. На 36 миллионов много не разгуляешься. Так вот, в общей сумме где-то порядка на 350 миллионов сметы, в общем-то, уже пощипнут. То есть город готов для того, чтобы выполнять эти работы документально, но, к сожалению, с точки зрения финансовой, он не обеспечен. То есть ждем средств. Да, то есть вот эта работа проводится, и я думаю, что вот в течение мая месяца, наверное, эта ситуация будет более-менее понятной, как будут развиваться события. Время на выполнение этих работ, в общем-то, будет у нас, даже если в пределах там 3-4 месяцев, до сентября месяца эти работы можно выполнять смело. Ну, встретимся тогда в конце мая, когда будет понятна ситуация с финансированием, ожидаем, наверное, средств из области, из федерации и так далее, да? Спасибо большое. Директор Департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Архангельска Петр Чичулин был сегодня у нас с утра в гостях. Теперь к теме не менее актуальной, причем не только для Архангельска, но и других городов страны. Ветхое жилье. Постепенно эта проблема решается, возводятся новые многоэтажные дома, старое жилье сносится, и это хорошо, но люди, которые еще живут в деревяшках, успевают намучиться по полной программе. Управляющая компания вообще никаких мер не принимает? Да, то есть... Понимаете, она вообще бездействует. Вот в чем, за свой счет все. Это жители двухэтажной деревяшки на Калинино-17. В начале апреля их дом начал сходить со свай. Люди побежали в свою управляющую компанию. И выяснилось, что в программу капремонта они попадают лишь в 38-м году, а до этого все переделки за счет собственников. Была озвучена цифра в 600 тысяч, которые мы же тоже должны заплатить из своих денег, и они нам поставят временные городки. Затем эта сумма утроилась, и тогда временные городки люди поставили своими силами. При этом уложились в 200 тысяч рублей. Тут бы выдохнуть, но произошло непредвиденное. Обслуживающая организация, называется она, кстати, ДЭКОМ-2, потребовала от жильцов убрать самодельную конструкцию. Коммунальщики посчитали, что временные опоры жители установили без должной квалификации, и теперь дом в любой момент может рухнуть. Откуда такая уверенность, проводилось ли обследование дома и городков, мы хотели расспросить у руководителя управляшки Олега Деснева, но в первый день он оказался на обеде. Здравствуйте. А на следующий наша группа и вовсе наткнулась на закрытые двери. А вот другой дом, улица Дружбы-6, он также на обслуживании ДЭКОМ-2. Строение сходит со свай и уже укреплено временными городками. Жильцы написали заявление в департамент городского хозяйства о переносе даты капремонта с 38-го года на более ранний срок. К сожалению, нам сказали, что пересматриваются такие заявления раз в год в декабре текущего года, и возможно нас перенесут на ближайшие 5-10 лет на капремонт свайного основания. Но мы элементарно на городках, которые даже сейчас у нас стоят, мы не доживем. Будет поводок, мы уплывем тут вместе с ними. Остается оплачивать ремонт фундамента из своего кармана, а это не меньше 100 тысяч рублей с каждой семьи. Но если бы такие деньги у них были, люди, скорее всего, давно перебрались бы в другое жилье. Мы объявляем голодовку, просто в прямом смысле. Закроемся дома и будем голодать. Так что же делать? Алгоритм действий руководитель фонда капремонта Александр Бараев видит во взаимодействии жильцов со своими управляющими организациями и представителями власти. В первую очередь совместно с организациями, которые занимаются управлением на квартирном доме, выявлять такие ситуации, что действительно есть угроза схода дома со свай. Если такая угроза есть, совместно предпринимать мероприятие по временному закреплению элементов на квартирного дома. Дальше уже можно отрабатывать совместно с органами местного самоуправления и нами принимать решения о возможности участия фонда капитального ремонта в решении вопросов по квартирному дому. Но этот путь наши герои уже прошли, и он оказался тупиковым. Артемий Заварзин, Михаил Меньшинин, Екатерина Исакова, Денис Линчевский. Семь дней в регионе. Так что же делать, где искать выход из этой тупиковой ситуации, спросим у адвоката адвокатской палаты Архангельской области Евгения Митина. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Так что же делать людям, когда дом падает, свайное основание, оно не подпадает под статью капитальный ремонт, а капитальный ремонт как таковой только через 11 лет. Что делать людям в этой ситуации? Ну, начнем с того, что само решение о том, что дом призван пригодным для проживания и подлежащим ремонту, само это решение его можно обжаловать в судебном порядке. И если в процессе судебного разбирательства строительная техническая экспертиза установит, что в действительности дом не пригоден для проживания, что в действительности его следует признать аварийным и, соответственно, подлежащим расселению, сможет объяснить, по каким причинам вот то предыдущее решение было ошибочным, то есть все шансы получить положительное решение суда для жильцов о признании дома аварийным, подлежащим сносу и, соответственно, у расселения. Ну, это один из путей. Если говорить о том, кто, как и в связи, на какие деньги, точнее, должен производить ремонт. Ремонтировать, да. Есть норма закона, которая говорит о том, что расходы по содержанию имущества, его ремонт унесет собственник. Это первое, что обычно показывают жильцам. Есть вторая норма закона, это уже жилищный кодекс о том, что все-таки капитальным ремонтом занимается именно фонд капитального ремонта только в соответствии с программой. В программе этот дом запланирован на 2030 какой-то год. Восьмой. Восьмой год, да. Что, соответственно, вроде как он под программу еще не подпадает. Это вторая норма, которую обычно показывают жильцам. Но на самом деле это, будем так говорить, правда, но не вся. Почему? Потому что, во-первых, нужно установить причины, по которым вообще эта ситуация произошла. Срок службы деревянного дома, ну, как известно, нормативный, по крайней мере, 50 лет. Если получилось так, что управляющая организация не занималась техническим обслуживанием дома, содержала его ненадлежащим образом, то ответственность сложится в том числе и на ее плечи. И здесь даже есть практика, по крайней мере, если не ошибаюсь, по улице Победы в Маймаксе, были привлечены к административной ответственности управляющая компания именно за то, что ненадлежащим образом содержала дом, что, в общем-то, и повлекло за собой аналогичные последствия. Бывает и так, что, ну, в общем-то, каким-то образом косвенно виноваты и жильцы. Жильцы, классика жанра, это когда дом подключается к системе отопления, и жильцы разбирают печи за ненадобностью в деревянном доме, а печи изначально, допустим... Не согласовав ни с кем, да? Да, разумеется, ни с кем не согласовав. И они, печи, задумывались именно как несущая конструкция дома. Естественно, прочность резко падает. То же самое с водопроводом, когда люди ставят там ванны, душевые кабины, стиральные машины, активно их используют, а стоки сбрасывают в те же септические ямы. Все начинает активно гнить, разрушаться. То есть в каждом конкретном случае нужно разбираться? Безусловно, безусловно. А вот что делать людям, когда вот еще такая ситуация, вот дом по Ленина на третьем лесозаводе, люди сами поставили за свой счет, там уложились 200 тысяч, дом на городке, пришла управляющая компания и говорит, вы все нарушили, все сделали неправильно, убирайте. И выставляет им счет там чуть ли за миллион, грубо говоря. Вот что делать в этой ситуации? Я понял. Вообще принятие экстренных мер по предотвращению дальнейшего схода дома это исключительно обязанность управляющей компании. И если она бездействует, а из сюжета я понял, по крайней мере, со слов людей, что это именно так, то жильцы, естественно, действуя, как говорится, ну, с точки зрения здравого смысла, они, естественно, могут и как собственники даже обязаны предпринять вот такие меры сами. Жизнь дороже. Да, жизнь дороже, естественно. И городки, насколько мне известно, со строительно-технической точки зрения, это абсолютно разрешенная технология. Да, действительно, могли там жильцы по незнанию где-то в процессе какие-то правила, ну, действительно, там не соблюсти, нарушить и так далее. Но здесь вопрос первый. Насколько эти отступления влияют на безопасность дома? И вопрос второй. Это, опять-таки, к управляющей компании. А где, собственно, были вы раньше? Поэтому я считаю, что, ну, строго формально, может быть, состав какого-то нарушения здесь и присутствует. Но я считаю, что жильцы здесь действовали в состоянии крайней необходимости. Потому что под угрозой была безопасность и их жизни, и их жилищу, и их имущество. И так далее. Евгений, а что делать в подобных вообще ситуациях? С чего начинать, грубо говоря? Потому что вот эти два дома, я думаю, что это не единственная ситуация. Они будут продолжаться вообще в целом по области. Да, нас смотрит весь Сергей Вон практически. Вот с чего начинать? Заранее нужно суетиться, писать какие-то письма и так далее? Ну, заранее, наверное, да. Почему? Потому что дом, он тоже не сходит со свайбой. В один, что называется, прекрасный момент. Он все равно сначала либо проседает, либо дает какой-то перекос. Все равно это не происходит вот так вот внезапно. Молниеноск. Да. И здесь тогда немножко в целом по ситуации нужно сказать. То есть создан фонд капитального ремонта, создана программа региональная. Но все понимают, что нужно какое-то время для того, чтобы она полноценно заработала. Время, необходимое для накопления, ну, элементарно для постепенного сбора средств денежных. Поэтому у нас существуют и местные программы, и региональные, и даже федеральные именно поддержки вот таких ситуаций. Поэтому в таких ситуациях здесь нужно писать и в администрацию города, и в правительство Архангельской области, и, может быть, даже в правительство Российской Федерации. Особенно, если люди добросовестно уплачивали средства на капитальный ремонт. Да. И вообще коммунальные платежи. То есть жильцы прежде всего сами должны понимать, что от них тоже многое зависит. Практически все. Да. Спасибо большое. Адвокат Адвокатской палаты Архангельской области Евгений Митин был сегодня у нас с утра в гостях. Ну что ж, друзья, такой мы увидели эту неделю. Если мы вам о чем-то не рассказали, значит, этого события еще не произошло. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Далее у нас «Кухня для друзей», а потом «Бизнес Панорама». Оставайтесь с нами. Еще раз всех со светлым праздником Пасхой. Будьте здоровы и счастливы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова